Что мы знаем о северных оленях? Так начинается книга «Вот ты какой, северный олень», написанная Александром Ткаченко, детским писателем, создателем множества познавательных изданий. Сегодня мы совершим увлекательное путешествие в полусказочную Лапландию, на северную часть Кольского полуострова. Одно из мест обитания удивительных животных – северных оленей. Они не отличаются красотой и изяществом. Шея и туловище длинные, а ноги коротковаты, да и рога не такие ветвистые. Зато северные олени удивительно приспособлены для жизни в трудных условиях. У них плотный и густой мел, так что животным не страшны даже самые лютые морозы. А копыта у северных оленей большие, с острыми краями. Ни копыта даже, а лыжи снегоступы, ни метровые сугробы, ни тундровые болота не страшны северному оленю. Везде пройдет, даже с тяжелым грузом. Да и реки ему не страшны. Задерет морду повыше и поплывет, загребая воду широкими копытами. Не только самцы северных оленей, но и самочки могут похвастаться роскошными ветвистыми рогами, которые вырастают за зиму и помогают защищать еду от сородичей. А весной олени сбрасывают тяжелые рога и тут же начинают отращивать новые. Наверное, тундра должна быть вся усеяна старыми оленями рогами. А вот и нет. Им не прочь полагомиться мыши и песцы. А что, и зубки можно поточить и получить заряд витаминов и минералов. Кальция, фосфора, железа, калия и магния, коллагенов и липидов. Да и сами олени могут с удовольствием погрызть рога сородичей. Иногда прямо с их головы. А вы знали, что олени питаются мышами? Да-да, вы не ослышались. Не то, чтобы они специально охотились на мышей. Ну, если какая-нибудь легкомысленная грызунья Зазевается на кочке посреди густой травки или пшеницы, Олень схромкает и не заметит. А еще олени любят полакомиться грибами, Которых в тундре, видимо-невидимо, Сплошной ковер из ярких шапок под оси на веках. А вот зимой, когда ни грибов, ни травы, Ни даже мышек в тундре не найдешь, Олени добывают из-под снега лишайник-ягель, Который могут учуять даже под метровым слоем снега. А еще олени очень любят ягоды, Которые растут в тундре на болотах. Морожку, чернику, бруснику, Клюкву, голубику. Летом северные олени гуляют сами по себе Маленькими гробками от трех до пяти животных. Это называется на вольном выпасе. А осенью холода гонят их к югу, Вглубь Кольского полуострова. Там-то пастухи собирают олени в стада, Перегоняют на зимние пастбища И следят, чтобы не разбредались. Такой способ выпаса называется О-карауливание. Пастухам помогают собаки, лайки. Присматривают, чтобы олени держались вместе. А если кто-нибудь отбивается от стада, Возвращают рогатого беглеца назад. Конечно, у лайек нет таких удобных копыт, Как у олени. Да и устает она намного быстрее. Поэтому, прежде чем стать олени-гонной собакой, Ей предстоит научиться Спокойно сидеть на нартах Или на рычащем снегоходе. А это совсем непростая наука. Когда наступает март, Олени начинают возвращаться на север. Готовятся к лету. Особенно спешат к морю важенки, Беременные оленихи. Да и как им не спешить? Пусть в тундре еще снежно и морозно, Это не беда. Мама защитит малыша От морозного ветра. Зато олененок окрепнет К наступлению тепла, Когда в воздухе появятся Тучи оводов и комаров. Обычно у оленихи Появляется один, Реже два малыша. И уже через пару часов После рождения Оленята могут ходить. А через неделю Даже способны переплыть Большую реку С ледяной водой. Вы, наверное, знаете, Что Дед Мороз Разъезжает по миру на санях, Которые везут Северные олени. А как вы думаете, Просто ли запрячь Столь свободолюбивых Животных В упряжку? Как же Дед Мороз Сумел их приручить, Если они почти Не поддаются дрессировке? Хм, Наверное, Все дело в любви К хлебу. Вообще-то, Олени хлеб не едят. В природе-то он не растет. Но для некоторых из них Хлеб Любимейшее лакомство. Покажешь ему Горбушку хлеба, И он про все На свете забудет. Позволит себя В нарты запрячь И потянет их, Куда покажут. Правда, Таких любителей Совсем мало. Как бы не пришлось Деду Морозу С величественных саней На снегоход Пересесть. Вот и подошло К концу Наше путешествие На родину Северных оленей. Чтобы узнать О жизни других Обитателей Суровой Арктики, Приходите В карковинку. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова